Почему бывает так, когда ты чего-то ждёшь очень сильно? Хочешь, то обычно это не происходит. Странно вообще. Я проснулась. Вернее, я проснулась давно, но занималась видео, потому что, блин, я давно уже ничего не выкладывала. Я не успеваю монтировать материал, который снимаю. И мне от этого очень печально. Вообще, я уже соскучилась, вот, что я хотела сказать. На улице светит солнце. Погода просто суперская, но минусовая температура. Очень холодно на улице. И у нас уже, кстати, такая погода, не знаю, неделю, а то и больше. И планирую сегодня тоже выйти на улицу по делам и прогуляться. Закончилось у меня мыло розовое от бабушки Агафьи. Неплохое. Оно, кстати, увлажняющее идёт. Вот, как я заметила. Потому что я им пользовалась и на тело, и на волосы, и для лица. Лицо вообще не пересушивала. Волосы жирнились чаще. Но тело оставалось мягким. И ощущения увлажнения были. Но вот это нравится мне намного больше. Именно чёрное мыло. Потому что это мыло, оно прям вымывает всё до скрипа. Вот волосы моешь, прям, ну, скрипят. Умываешься тоже. Чувство именно умытости есть. Тело, конечно, может немножко подсушивать. Потому что так же до скрипа всё вымывает. Но это решаемо, потому что крема для тела есть, масла есть. Но это мыло моё самое любимое. Сейчас я к нему вернулась. Мало того, что это экономия по деньгам. Потому что покупая 3-4 средства, вы затрачиваете намного больше. И плюс ко всему, это средство очень хорошо вымывает кожное сало с головы. Голова у меня с ним остаётся, кстати, намного дольше чистой. Так же мне нравится запах. Он окутывает. Это именно такой вот банный запах, который приятен. Но он может быть, наверное, не всем приятен. Мне приятен. Я, короче, балдею от него. Я когда сейчас снова ощутила этот запах, я просто вернулась в свои каникулы. Анапа, Геленджик. Да, этот запах вернул меня именно туда. И он мне теперь почему-то напоминает именно об этих поездках. Короче, это вдвойне супер. И, кстати, вот это мыло чёрное, оно намного нежнее и жиже, чем вот это. Короче, если ещё не пробовали, попробуйте. Всем привет. Доброе утро. Добрый день. Вечер. Как вы видите, да. Праздники прошли на ура. Сразу видно по лицу, кто сколько чего съел. У меня волосы какие-то странные. Я купила недавно масло кокосовое. Вчера после помывки нанесла его. Наверное, переборщила. И сейчас волосы местами выглядят жирновато. Мне это не очень нравится. Нужно приноровиться. Для лица что-то оно у меня не пошло. У меня стали печь глаза, потому что я под глаза нанесла. Я раньше, в принципе, так и пользовалась. И у меня ничего такого прям не было. И кожа всё равно шероховатая, такая, знаете, суховатая. А сейчас на лице у меня маноиды таити. Мне давали пробник. Пробника, конечно, хватит надолго. И честно, оно по ощущениям такое же, как кокосовое масло. Шероховатость тоже на лице есть. Под глаза я его не рискнула нанести. Нанесла другое масло. Ну так, мне кажется, на весну и осень, вот когда ещё не так сильно холодно, то можно. Они такие суховатые и не слишком питательные, поэтому можно их использовать даже летом, мне кажется. Ну, я про масло могу разговаривать долго и нудно. В общем, я не знаю, что вам делать с этой информацией. Отгадайте, какой я сериал смотрю. Обожаю эту песню. Недавно задалась вопросом освещения, так как сейчас очень пасмурно, зачастую темно в квартире, и решила что-то такое-эдакое найти. Но не в профессиональной сфере, а что-то из обычных товаров, из обычных магазинов. Решила начать с магазина Касторама. Зашла на их сайт, выбрала свой город и просмотрела все меня интересующие варианты. Варианты, которые нашла я, цветовая лента, LED-прожектор, такой прожектор, такой вариант прожектора и прожекторы на треноге. Так вот, я хочу выбраться в сам уже непосредственно магазин и уже там посмотреть, что-нибудь, может быть, выбрать, что-то протестировать. Я иду по сугробам. Не ищу легких путей. Решила сократить. Иду в магазин через парк. Да, через парк была плохая идея идти, потому что я не могу никак пройти. В общем, мне нужно туда. А я не могу никак пройти, потому что не везде протоптаны еще. Я вот ищу тропинки протоптанные, и они то заканчиваются в неожиданных местах, то протоптаны непонятно. Как? Что страшно просто идти. Чего вы думаете? Я еще не дошла. Вот оно! Сходила, скупилась. Сейчас меня задавит автобус. Блин! Жень! И вот куда я пошла? Ну, как обычно. Вы посмотрите. Говорят, зимой скучно. Я лично ни разу не соскучилась, особенно когда на улицу выходишь. Скучать вообще не приходится. Темень! А меня предупреждали, мне говорили, не ходи так поздно. Будешь возвращаться, будет темно. Но нет! Мне же обязательно нужно сходить, пошариться. Я, кстати, купила нужную вещь для видео, освещение. Надеюсь, оно будет работать. Да, как бы это было неудивительно. В Костораме я купила освещение. Ну, я вообще попробую, а потом расскажу и покажу вам. И коврики для ванной взяла. Там вообще залипнуть нефиг делать. Я не знаю, как там бедные мужчины, если я залипла. Как бы найти выход отсюда. Ненавижу эти трассы и притрассовые магазины. Как-то уж очень стрёмно здесь. И неудобно. Пешеходов нигде нету. Буду искать, как тут пройти. Рука замёрзла. Вот как тут можно ходить? Пешеход в лес. Но я не хочу. Мне не очень хочется идти через тёмный-тёмный лес, чтобы нарваться не пойми на кого. О, боже. Жесть. Я уже, кстати, дошла до памятника танкистов. Так что, цивилизация. Неужели выбралась? Мне прям не верится. Жесть. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok